Рекордно длинная красная дорожка, 265 метров, разделенных по локациям, каждая из которых со своей задачей и драматургией. В Украине официально открывают песенный конкурс Евровидения 2017, который продлится до 13 мая. Для гостей в разных частях города организовали фан-зоны, где будут и трансляция, и различные акции и конкурсы. Ну а сейчас о главных торжествах. С каким настроением участники шли по красной дорожке, как проходит церемония открытия, все узнаем у Анны Каменева, и она на связи со студией. Аня, здравствуй, расскажи, что сейчас происходит на официальной площадке. Добрый вечер, Катя, Евровидение 2017 официально стартовало. Сначала делегации всех 42 стран-участниц прошли по красной дорожке, которая расположена на площади Конституции возле здания парламента. Кстати, действительно, это самая длинная красная дорожка в историю конкурса, 265 метров. Конкурсанта здесь встречали толпы фанатов, они успели пообщаться и с ведущими шоу, и с журналистами. Фавориты конкурса итальянец Франческо Габани и болгарин Кристиан Костов. Такие прогнозы букмекеров. Но оба участника, когда общались с журналистами, утверждают, что на эти прогнозы стараются не обращать внимания, ведь часто бывает, что фавориты потом оказываются на последних местах. Также участники рассказали и о первых впечатлениях от Киева. Первые впечатления от Киева у меня самые положительные. Я пока не успел осмотреть его полностью, но обязательно это сделаю. А вообще, Евровидение это как большое приключение. Если говорить о самом конкурсе, то мой фаворит это Франция. Мне кажется, у них отличная песня в этом году. Мне страшно, потому что очень часто первые падают, а последние поднимаются вверх. То есть я стараюсь не смотреть на букмекерские предсказания, а скорее работаю над собой и даже не смотрел другие номера, чтобы не думать ни о чем, только о своем номере. Надеюсь, что вам всем понравится. Прошли по красной дорожке участники от Украины, группа Оторвальд, и рассказали журналистам об изюминке своего номера. А именно, что же означает огромная серебряная голова, которая будет во время их выступления на сцене. Эта голова символизирует то, что все проблемы людские начинаются с головы, а мы пытаемся их вырешить, как когда очистим голову. После торжественных шествий по красной дорожке делегации прибыли в Евроклуб на парковой аллее. С вертолетной площадки каждый участник запустил в небо шарики с флагом своей страны. Сейчас в Евроклубе проходит вечеринка в честь открытия конкурса. Там гостей встретила первая леди Украины Марина Порошенко. Также там на вечеринке должны выступить четыре конкурсанта от Швеции, Албании, Австрии и Австралии. Ну и напомню, что полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая в Международном выставочном центре на Левом берегу. Начало в 10 часов вечера. По 10 стран из полуфиналов пройдут дальше. Финал состоится 13 мая. Страны-основатели Евровидения, Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия автоматически по правилам попадают в финал, как и Украина, как страна-победитель прошлогоднего Евровидения. Украинская группа Оторвальд будет выступать под номером 22. Так что не пропустите. Катя. Анечка, спасибо тебе за детали. Это была Анна Каменева, которая следит за церемонией открытия Евровидения 2017. Редактор субтитров А.Семкин